Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире программа «Наше дело» и с ней ее ведущие Сергей Колесников и Марина Блуден. Здравствуйте! И сегодня у нас в гостях начальник отдела по надзору за исполнением законов о защите прав предпринимателей Генеральной прокуратуры Российской Федерации Владимир Чернышев. Здравствуйте! Здравствуйте, Владимир! Спасибо, что пришли на нашу передачу. Редко, когда мы видим представителей силовых органов, не могли бы вы рассказать о работе вашего управления, о том, чему посвящена ваша деятельность. Может быть, даже коснемся одного-двух случаев, чтобы показать нашему зрителю, чем конкретно занимается управление. Органы прокуратуры уже длительное время занимаются вопросами соблюдения прав предпринимателей, но в 2012 году в структуре центрального аппарата Генеральной прокуратуры было образовано специализированное управление, которое предметно нацелено на содействие, улучшение условий ведения бизнеса в стране. Соответственно, в структуре этого управления два отдела. Отдел по надзору за исполнением законов о защите прав предпринимателей и отдел по надзору за законностью проверок органов контроля. Соответственно, вот существует отраслевой приказ Генерального прокурора номер 53 2008 года, которым основные направления защиты бизнеса со стороны органов прокуратуры детально регламентированы. А вы лично каким из этих отделов руководите? Первый из названных мной отделов – отдел по надзору за исполнением законов о защите прав предпринимателей. Он курирует вопросы защиты бизнеса во всех сферах правового регулирования, вне уголовно-правовых отношений, естественно, кроме реализации 294-го закона федерального о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля надзора и муниципального контроля. Это вопрос, относящийся к компетенции второго отдела. Марина, все-таки давайте дадим универсальному упрощенному взгляду на наших предпринимателей, поскольку высокий слог не всем всегда ясен. Может быть, если, Владимир, несложно, но одно-два дела без фамилий, примерно какой-то кейс вам запомнишь, чтобы было понятно, примерно какими делами, какого рода занимается управление, чем вы помогли предпринимателям, поскольку предпринимателям, как правило, знаете, 28 недоброжелателей, 48 контролеров, 57 завистников, и помощи ждать им обычно не отходят. Только в церковь ходите молиться, да? Может быть, он начнется молиться на ваше управление, и окажется, что кроме духовности есть еще люди в погонах, которые могут им помочь. И вот было бы здорово, если бы этот случай, мы рассказали телезрителям, что и государство разворачивается, в общем-то, достаточно такому сложному сословию, которое не представлено нигде, ни в Госдуме не представлено, ни в правительстве не представлено. То есть, в принципе, этого сословия как бы и нет. Что, в принципе, начали на нас обращать внимание, и нас стали защищать. Вот прежде чем перейти к конкретным кейсам, как вы говорите, я, Сергей, предлагаю назвать определенные направления работы органов прокуратуры по защите прав предпринимателя, а потом, если вас что-то заинтересует в разрезе этих направлений, можно было бы привести какие-то частные случаи. Ну, во-первых, прежде всего, органы прокуратуры осуществляют надзор за законностью нормативных правовых актов, регулирующих отношения с участием хозяйствующих субъектов. Мы знаем, что правовое регулирование – это базис для правоприменительной деятельности, для работы органов власти, должностных лиц. Поэтому от того, насколько совершенным, непротиворечивым является правовое регулирование, во многом зависит нормальный деловой климат в стране. Поэтому это одно из таких основных направлений защиты прав предпринимателей со стороны органов прокуратуры. Можно привести такую цифру, что за 10 месяцев этого года органами прокуратуры было по стране опротестовано 21,5 тысячи незаконных правовых актов. 21,5 тысячи за полгода? Да. Нет, за 10 месяцев. За 10 месяцев? За 10 месяцев. Это очень много, это очень хорошо. То есть это такие положения, которые возлагают на предпринимателей излишние обязанности, истребуют излишние документы у хозяйствующих субъектов, требуют от них прохождения непредусмотренных федеральным законодательством процедур, согласований и так далее. Да, другое магистральное направление, которым занимается второй отдел в структуре нашего управления, это надзор за соблюдением прав предпринимателей со стороны контрольно-надзорных органов, реализация полномочий, предоставленных 294-м федеральным законом. Это формирование ежегодного сводного плана, проведение плановых проверок контролирующими органами. И второе важное полномочие – согласование прокурорам проведения внеплановых выездных проверок предпринимателей. Это вот второе такое важное направление. Третье направление – это надзор за защиту прав предпринимателей в сферах предоставления различных публичных услуг. Это получение разрешения, лицензии, выделение земельных участков. Вот тоже огромный круг правоотношений, складывающихся между бизнесом и органами власти. И особенность их в том заключается, что они должны носить заявительный характер. То есть те отношения, когда хозяйствующий субъект по своей инициативе обращается в органы власти. И вот здесь прокуроры следят за тем, чтобы эти права неукоснительно соблюдались. Это работа Геракла. Это вот такие наиболее приоритетные направления в сфере работы нашего управления и, соответственно, нижестоящих органов прокуратуры по защите прав предпринимателей. У вас, я понимаю, что структура центрального аппарата, она только в Москве? Или у вас есть сотрудники в местах? Нет, совершенно верно. В прокуратурах, субъектах Российской Федерации, в зависимости от штатов, либо самостоятельное подразделение есть по защите прав предпринимателей, либо есть работник в структуре прокуратуры региона, который предметно занимается теми вопросами. То есть предприниматели могут писать в эти управления на местах жалобы, которые будут рассмотрены. Единственное, конечно, как и любая жалоба, это всегда время. Можете, например, написать, сколько жалоб приходится одного сотрудника, надо все-таки понимать, что вы тоже люди, когда тоже есть временные рамки, чтобы тоже было понятно, насколько люди загружены. 21 тысяча очень серьезно. Это нужно как минимум 21 тысячу документов прочитать. А реально вы читаете раз в пять больше. Да, помимо протестов прокуроры применяют еще и другие, вносят и другие акты прокурорского реагирования, представления, возбуждают административные дела в отношении чиновников. Поэтому 21 с половиной тысячу протестов я привел только, чтобы проиллюстрировать одно из направлений работы органов прокуратуры по защите бизнеса. Если говорить о количестве жалоб, поступающих в органы прокуратуры, знаете, честно говоря, по нашей линии, если сравнивать с другими направлениями работы органов прокуратуры, их, наверное, не так много. Но предприниматели мало кто знает вообще о существовании вашего. Ведь, наверное, зачастую опасаются жаловаться на чиновников, бояться последующих каких-то гонений, притеснений. Вот этого не стоит делать, если ущемляются права со стороны органов власти, должностных лиц, нужно смело обращаться в органы прокуратуры. Тем более, что с лета этого года существует прямой канал связи для бизнеса с генеральным прокурором Российской Федерации, куда на этот почтовый ящик бизнес-права собачка genprog.gov.ru может обратиться свободно любой предприниматель по любому факту ущемления его прав. В этом случае мы позовем наших предпринимателей обращаться не только к Борису Юрьевичу Цветову, как обмудсмены по их защите прав. Оказывается, можно обращаться в генпрокуратуру. Более того, это немножко разные институты. Борис Юрьевич может помогать судям в делопроизводстве, как третья сторона, но можно до суда не доводить. Если очевидно есть нарушение, генпрокуратура может тоже на этапе неправого акта просто своим постановлением его отменить. Я в подтверждении всех этих слов, то, что это все работает, скажу. Я же, вы знаете, общественный представитель, уполномоченного по защите прав предпринимателей, и я воспользовалась этим каналом. Блин, расскажите хотя бы какие-то случаи. Ну, все. По двум кейсам, по которым я обратилась, уже дисквалифицируют одного чиновника в органах контроля, и идет разговор о дисквалификации одного прокурора, потому что там просто явные вещи нарушал, и работает. Канал работает, отдел работает, управление работает. Ну, этот отдел я конкретно наблюдаю на различных совещаниях, их позицию по законодательным актам они приходят. У нас сейчас идет реформа контроля надзорных органов, и много совещаний проходит по реформированию. Прокуратура присутствует и смотрит на все эти процессы в лице как раз этого управления. И занимает довольно внятную позицию в защиту прав предпринимателей. Они на нашей стороне. Вы знаете, вот я, как петель для Оресей, тоже зачастую, когда мы обстоим с фаивами, и они пишут, что у нас, словно, там везде плохо. Обычно же, знаете, как спикер, я учился на раторику, любой оратор использует определенные технологии. Одна из технологий называется качать, то есть любой мозг устроен, почему журналистики это используют, на 75% головного мозга отвечает за безопасность. Поэтому человеку легче испугать, чем сделать веселым. Поэтому, как правило, всегда одна и та же традиция федеральных органов исполнительной власти, как и о раториков, так и журналистов, показать плохое, сказать, вот как плохо. Все, естественно, пугаются. После сказать, что я вот тот самый спаситель страны, дайте мне больше полномочий, сейчас я всех спасу. И это вот традиционная вещь федеральных органов власти, неважно, чего это касается, федеральная информационная служба, или там, эконом-развитие, или МЧС, или пожарников. Все приказывают, сколько людей погибло, умерло, и только они знают способ, и это заканчивается достаточно... Как спасти Родину. Как спасти Родину, все спасают Родину усилением собственных полномочий, и отбираем этих прав, собственно, гражданского сообщества и предпринимателей. Естественно, донести, что это обычный примитивный прием, использующийся в ораторике, сложно в дискуссиях, в словных кабинетах. Потому что приводят какие-то факты, кто-то сгорел, кто-то утонул, и вот давайте мы кого-то усилим, усилим, усилим. А реально все эти усиления власти ни к чему не приводят. Люди как тонули, гибли, как на дорогах погибали, автомобилисты так и погибают. Просто нет прямого следственного фактора, что если ты больше полномочий отдашь кому-то органу, ситуация улучшится. В этой связи часто люди пытаются сделать Генпрокуратуру третьим судом, чтобы Генпрокуратура ограничивала активность федеральных органов власти над контролем над гражданским сообществом. Вот насколько это сейчас становилось эффективно? Как часто вы запрещаете ФАИВам или контролерам вмешиваться в дела бизнеса? Ну, через реестр проверок и через согласование проверок они довольны. Ну, вы сейчас расскажите. Но вообще там сокращение, ну, такое капитальное, да, значительное. Да, можно сказать, что ежегодно прокурорами отказывается контролирующим органам во включении в ежегодный сводный план до половины проверок. И точно такая же процентовка. Половины. Точно такие же параметры и по рассмотрению заявлений контролирующих органов о согласовании внепланных выездных проверок. То есть, если раньше мы видели материалы, что в стране проводится 2 миллиона проверок, то с помощью генпрокуратуры это количество проверок стало миллионом. Можешь представить вообще разницу? Да, вот при подготовке ежегодного плана плановых проверок на 16-й год контролирующими органами в органы прокуратуры были направлены предложения о включении 657 тысяч проверок. А в итоге прокуроры согласовали и включили в план только 364 тысячи. Представляешь, ну, просто разное. И, соответственно, по заявлениям о согласовании внеплановых выездных проверок, там тоже 44 тысячи заявлений о проведении проверок в прошлом году поступило в органы прокуратуры, только 25 с небольшим тысяч прокурора согласовали. Это очень существенное. Это существенное, просто предстоящее существенное снижение. Очень интересно, вообще, как вы попали? Вот мы видим в ваших глазах заинтересованность такую явно живую, неформальную. А вы, какой судьбой вы попали на это? Как и многие другие мои коллеги, работники Генеральной прокуратуры, мы начинали в прокуратурах субъектов Российской Федерации. Вот в 2012 году меня перевели в Центральный аппарат Генеральной прокуратуры. А почему надо защищать предпринимателей? Вы согласились или у вас какая-то потребность? Ну да, я посчитал, что это очень интересное направление, новое, такое актуальное, востребованное обществом. И управление, как я уже говорил, образовывалось как раз в 2012 году. И набирали штат работников из Волгограда. Здорово. Сейчас мы перейдемся на рекламную паузу и продолжим. А сейчас рекламная пауза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Снова здравствуйте. Мы продолжаем программу «Наше дело». И с вами ее ведущие Сергей Колесников и Марина Блудян. Здравствуйте. И сегодня у нас в гостях начальник отдела по надзору за исполнением законов о защите прав предпринимателей Генеральной прокуратуры Российской Федерации Владимир Чернышев. Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир, спасибо за те примеры и те цифры, которые вы сказали. Они, конечно, потрясают. 21 тысяча отмененных дел только за 10 месяцев. Правовых актов. Правовых актов, да, это потрясающе. Единственное, я скажу телезрителям, что их примерно 130-150 регистрируются каждую неделю, только в Минюсте. Это федеральных органов не считает. Мы же не можем говорить о том, что они все сразу незаконные. Я преисплю, да. И это наша уже с Мариной работа. Марина работает в опыте России, мы в деловой России. И по своей части мы, конечно, обсуждаем определенные из этих актов. И деловые сообщества, конечно же, принимают активные части в их обсуждении. Чаще я лично занимаю правовую позицию, что если акт очевидно не нужен, то лучше его вообще не принимать. Потому что у нас уже 2 миллиона актов, нормативные акты принятых, существующих. 2 миллиона актов, подчеркиваю. Это означает примерно 20 миллионов страниц. Хотел бы обратиться к любому чиновнику, представителю законодательной власти. Вы сами их читали. Если прочитаете, да, поверьте мне, пока их будет читать, их заново перепишут, как минимум, в большой этой части. Конечно же, кстати, Трамп заявил недавно, что одна из его инициатив – это осуши болото. Так называемое, если хотите принять один акт, отмените два. И я бы очень сильно призывал наших законодателей, федеральных органов власти. Коллеги, у нас 2 миллиона актов, и вы являетесь фактически их источником. Если вы предлагаете акт, уничтожите три. И надо это болото сушить. Иначе мы просто с ума сойдем. То количество информации, которую перерабатывают органы власти, деловые сообщества – это никому не нужно. Реально противоречие огромное количество. И сходя вот с этой статистики, я бы хотел перейти к неким, может быть, качественным, оценочным ситуациям. Мы сейчас реагируем на поведение, когда видим, что поведенческая модель идет против предпринимателя. И вы, как генпрокуратура, пытаетесь это поведение поменять с помощью собственной активности. Хотя со стороны это кажется, что сама система работает против себя. И плюс мы выстраиваем новую систему. Но по большому счету в основе этих внутренних вещей являются такие вещи, как ценность и культура. То есть, изменяя ценность, изменяя культуру, мы сможем повлиять на количественно-качественные характеристики. И может, вы поможете, да? Какие ценностные и культурные вещи, с вашей точки зрения, вы уже, как же так, развитый человек, со своей колокольной. Маги посоветуют нам, всем россиянам, что нужно изменить в обществе, чтобы изменить взгляды на предпринимателя. Поскольку вот такая атака на предпринимателя и ее активная защита, она, на самом деле, это внутренняя потеря энергии. Такое впечатление, что мы внутренние враги, и вы нас как будто защищаете. Это же очевидно, что это огромная колоссальная потеря внутренней энергии и времени. Как-то эту систему ценностей нужно менять. Есть какие-то, может, философские взгляды на эти вещи? Или в генпрокуратурии запрещено эти вещи говорить? Честно говоря, как-то, по-моему, не по моей кафедре вопрос. Я бы очень заинтересовала ваша региональная деятельность, потому что очень большая проблема для предпринимателей в регионах. Мы здесь, в Москве, знаете, как бы растворяемся в среде, нас до каждого сложно достать. А есть регионы, в которых буквально каждый предприниматель на виду, и их там, значит, и особо защитить. Вот ваша региональная сегодня деятельность, расскажите, она активна? Или вы все-таки, происходит так, что до вас предприниматель доходит, и вы уже в ней спускаете на регионы, контролируете? Они там, как у вас, знаете, там же сегодня, по сути, такой профсоюз чиновничий, и там не пробьешься. Вот как ваши ребята там вписываются, как они там противодействуют? Это же сложно. Как у вас это все устроено? Ну вот о цифрах мы говорили, да, немножко, там 21 тысяча правовых актов и законов. Всего по итогам 10 месяцев прокурорами выявлены и приняты меры к устранению 145 тысяч нарушений законов. Конечно, это заслуга в основном коллег, которые работают в прокуратурах районного звена и в прокуратурах субъектов Российской Федерации. Это результаты их каждодневной работы по защите прав предпринимателей. А вот этот институт уполномоченных по защите прав предпринимателей, а вы с ними взаимодействуете? Да, конечно. И на федеральном уровне, и на региональном уровне взаимодействие выстроено. Вы знаете, у нас существуют межведомственные рабочие группы и в Центральном аппарате Генеральной прокуратуры, и при прокуратурах субъектов Российской Федерации. В их работе активно принимают участие и уполномоченные по защите прав предпринимателей. Кажите, такой вопрос. А вот если есть определенные акты, которые вы отменяете, насколько часто те же федеральные органы власти на местах или в федеральном обществе наступают на те же грабли? Или, как правило, если в каком-то направлении четко пойдется обозначили, федеральный орган или контролирующий орган перестал больше использовать эту практику? Или приходится повторяться с рецидивами? Насколько рецидивы часто? Ну, по вашей практике. Знаете, хотел бы маленькую такую поправку сделать. Прокуроры сами не отменяют правовой акт, они просто вот вносят акт реагирования, протест, приносят на незаконный правовой акт. А сам орган, который издал незаконный документ, ну, иногда бывает вышестоящий орган власти или вышестоящее должностное лицо, они отменяют по протесту прокурора эти незаконные правовые акты. Ну, такого, чтобы, знаете, после принесенного и рассмотренного удовлетворенного протеста чиновник умышленно, опять же, издавал точно такую же незаконную норму, на память такого не могу вам припомнить. То есть это воздействие на мероприятие, и после этого, как правило, чиновники не наступают на эти же грабли второй раз. То есть можно сказать, что в большинстве случаев, если я это правильно услышал, можно предположить, что это делается тоже по незнанию и по неопытности. Ну, во всяком случае, если нет таких рецидивов, то можно сказать, что это тоже элемент случайности. Ведь, знаете, еще какая ситуация. Очень часто просто органы власти на местах не успевают своевременно приводить в соответствие свои правовые акты с меняющимся федеральным законодательством. Очень много протестов приносится именно вот по таким основаниям. Не в ситуациях, когда изданный правовой акт изначально противоречил закону, хотя такое тоже бывает, конечно. Но очень многие правовые акты, они просто с течением времени, их нужно приводить в соответствие с меняющимися документами. Если мы пытаемся найти перевернущик, опять получается перевернущик Государственной Думы. Получается, что частое изменение законодательства наверху ведет к цепочке событий. И в данном контексте мы с вами... Нет, нельзя говорить, часто меняются законы или редко. Жизнь же не стоит на месте, общественные отношения развиваются, поэтому, соответственно, и законы должны корректироваться. С моей точки зрения, часто, поскольку можно, в принципе, сравнить количество изменяющих законов в других странах. Россия лидер по количеству принимаемых законов в год по отношению к странам с сопоставимыми основами. То есть мы принимаем раз в 5-10 раз законов больше в сравнении с Соединенными Штатами, с Англией, ну и с Северо-Советским Союзом. То есть если там идет четкие на десятки, то значит идет на сотни. Но у нас же происходит в стране реформирование в очень многих сфер отношений. Это требует соответствующего законодательного сопровождения. Понимаете, у нас экономика совершенствуется, развивается. Соответственно, и правовая основа всего этого не может стоять на месте. Так же ведь? Знаете, есть такой кредит в банкировках. Самый лучший кредит тот, который беззалоговый. Почему? Потому что вы даете очень надежному заемщику. Поэтому самое лучшее поведение то, которое соответствует моральным ценностным корректирам, им закон не нужен. Поэтому я хочу привести другую вещь, что в обществе, которое придерживается ценностных ориентиров, я хотел как бы на эту тему порассуждать, у которых есть четкие культурно-моральные ценности, которые были в православии, оно на самом деле меньше регулировалось законодательством. Потому что законодательство слишком обширно, читать его никто не может. И я хотел бы провести некую параллель. Что постоянная подмена понятия морально-ценностных вещей описательным способом имеет тупик. Тупик с точки зрения количества нормативных документов, о которых мы с вами говорим. Но невозможно 2 миллиона документов прочитать. Но невозможно такое количество актов придумать. Все мы люди. Очевидно, что мы, мне кажется, переступили в этот порог чувствительности, когда моральные ценностные вещи начинаются подменяться бумагами. И я просто хотел бы тоже донести свою мысль, что если этот поток бумаг не остановится, и мы не будем остановяться на ценности морально, мы просто утоним в этих бумагах. И в принципе, возможно, даже основная задача, наша задача, принять наши ценностные ориентиры внутри общества, у чиновников, у предпринимателей, у правоохранителей. Доказав, что предприниматели – это часть сообщества, ну как вот живот, да, часть нашего тела. И такая же важная, как все остальное. И если эта ценность будет донесена до всех, может быть, и работы у всех будет меньше. Сергей, вы знаете, противопоставлять все-таки мораль права я бы вот столь категорично не стал. Мне кажется, что моральные ценности установки должностных лиц, органов власти, которые взаимодействуют с бизнесом, они меняются в соответствии с теми целями, задачами, которые закладываются в том числе в нормативных правовых актах, в законах. Они меняются под воздействием мер прокурорского реагирования. Поэтому противопоставлять и говорить о том, что мораль может заменить собой право, мне кажется, это не совсем правильный поступок. Я сказал, что мы зачастую просто хотим одним правом замениться ценностные вещи. Это тоже имеет ограниченные вещи. Это взаимосвязанные социальные регуляторы. Я с вами согласен, что все четыре системы поведения, нормы, ценности, культуры работают одновременно. То есть, подчеркиваю, все четыре вещи работают одновременно. И очень важно, что все четыре были в поле нашего зрения. Просто если мы будем опираться только на нормы и только на поведенческие модели, не оставляя две во внимании, мы будем всегда перебарщивать с количеством нормативки. А нормативка – это тоже проблема. С моей точки зрения. Ну, все это очень интересно, но мне бы хотелось вот о чем поговорить. У нас, знаете, такой существует перекос в части обвинительных моментов в отношении уголовных дел против предпринимателей. Скажите, ваше управление, вы уже рассказали нам, чем вы занимаетесь, но практически... То есть, пока вы не надзираете за делами, которые ведутся против предпринимателей. Потому что мы сегодня видим все-таки перекос в сторону обвинения. Мало кто оправдывает. Существует четкое разграничение компетенции между подразделениями Центрального аппарата и Генеральной прокуратуры. Есть специальные подразделения, которые предметно занимаются защитой прав предпринимателей в сфере уголовного преследования. Точно в таком же каждодневном режиме решают задачи защиты бизнеса, подвергнутого мерам уголовной репрессии. Если выявляются нарушения закона, точно так же принимаются меры прокурорского реагирования для защиты прав предпринимателей. Скажите, Владимир, а количество обращений растет? Насколько я понимаю, чем успешнее вы защищаете? По идее, чем больше должно быть обращений? Количество обращений я бы не сказал, что растет примерно на одном уровне. Кто знает. После этой передачи, возможно, и вырастет. Про прямой канал связи, общение бизнеса с Генеральным прокурором, я могу цифры привести. 430 личных сообщений для Генерального прокурора получили мы за этот период. Это немало. В 107 случаях, то есть четвертая часть, доводы нашли свое подтверждение, приняты меры прокурорского реагирования в защиту прав предпринимателей. Спасибо вам. И очень приятно, что просто блестящие молодые люди, глядя на вас, можно заключить. В такую сферу идут работать. Мои провокации, связанные с уползанием из правовых отношений других, вы не поддались, что подчеркивают, что действуют профессиональные в рамках правовых отношений. Спасибо за четкие ответы. На этом наша передача «Наше дело» подошла к концу и вели ее ведущие Сергей Колесников и Марина Блудян. И в гостях у нас был Владимир Чернышев. Спасибо большое. До свидания. До новых встреч.